Андреа Шмидт, профессор Института Восточно-Христианских Исследований Лувенского Католического Университета. Не могли бы Вы рассказать о Вашем институте, его работе, о том, какую роль Вы исполняете? Начало Восточно-Христианским Исследованием в Лёвене было положено в XVI веке под влиянием идей Эразма Роттердамского. Если быть совершенно точным, в 1517 году, когда в Лёвене была создана коллегия Триллингвы, где изучались греческие, еврейские и сирийские тексты. Так что наш институт в Лёвене-Ля-Нёв — это продолжение традиции средневековой коллегиум Триллингвы, основанной Эразмом Роттердамским. Когда в конце 60-х годов прошлого столетия произошло разделение Лёвенского университета на французскую и фламандскую части, исследования Восточного христианства сосредоточились в Лёвен-Ля-Нёв. Это масштабная глубокая работа по изучению Восточного христианства, включающая такие языки, как купотский, армянский, грузинский, сирийский и старославянский. То есть она открывает практически все языковое и культурное наследие Восточного христианства, кроме, может быть, эфиопского. В какой степени эти исследования связаны с богословием, с богословской мыслью? Очень хороший вопрос. Должна признаться, филологическое направление развито в нашем институте гораздо больше богословского, ведь мы состоим при факультете филологии и литературы, а не при богословском факультете. Разумеется, наше занятие посещают и студенты-богословы, желающие изучить такие языки, как арамейский, армянский или сирийский, а также студенты, занимающиеся историей искусства и другими дисциплинами, соприкасающимися с ориенталистикой. Профессор, если обратиться к исследованиям латинских и греческих источников, то высказывается мнение, что все эти тексты уже достаточно хорошо известны и изучены. Этого нельзя сказать о восточной христианской литературе, которая по-прежнему представляет собой обширное поле для исследований. Да, вы правы. По сравнению с греко-латинской патристической литературой, отеческие писания восточных церквей изучены гораздо меньше. Но, полагаю, горевать по этому поводу сейчас уже нет особых оснований. За те 30 лет, что я занимаюсь ориенталистикой, в нашей области были достигнуты значительные успехи. Сейчас в нашем распоряжении имеется обширный корпус текстов благодаря серии «Корпус скрипторум», цель которой как раз в том и состоит, чтобы познакомить читателя с трудами восточных христианских авторов через переводы и критические издания. Так что, как я понимаю, сейчас ситуация здесь значительно улучшилась по сравнению с XIX и началом XX века. Это же относится и к изучению рукописей. В качестве примера можно привести труд моего коллеги Бернаро Кули, который трудится над составлением полного списка каталогов армянских рукописей. Сама я занимаюсь разработкой перечня сирийских рукописей. По сути, речь идет о сборе и накоплении исчерпывающих данных, касающихся собраний, рукописей во всех частях света, в особенности на Востоке. И в этом отношении дела у нас сейчас идут гораздо успешнее, чем несколько десятилетий назад. Разумеется, впереди еще много работы, но мне хотелось бы отметить один заслуживающий внимания момент. В своих исследованиях мы уже больше не полагаемся исключительно на вторичные источники. Так наши студенты при написании дипломных работ или даже диссертаций имеют возможность все шире пользоваться оригинальными текстами, ранее недоступными для чтения, и такого рода деятельность для них крайне увлекательна. Я считаю, что есть два способа раскрыть богатство восточного христианства. Первый — это знакомить людей, не знающих восточных языков, с творчеством духовных писателей через переводы. Например, в последние годы большое внимание уделяется творчеству Исаака Ниневийского, знаменитого глубокого писателя-мистика, жившего в VII веке в Катаре. Ему принадлежат глубочайшие мистические трактаты, многие из которых были вновь открыты в недавнее время. Опять-таки, мы опубликовали греческий вариант его гамилей, а недавно моя аспирантка Тамара Патторидзе подготовила и грузинский вариант. Себастьян Брок опубликовал сирийские варианты некоторых его произведений. Вообще, фигура Исаака Ниневийского крайне интересна, поскольку его называли нестерианцем. В настоящее время термин «нестерианская церковь» считается ошибочным. Вместо этого мы говорим о церкви Востока. Многие осуждали Исаака, видя в нем приверженца нестерианского учения. Тем не менее, он признан святым русской и греческой православными церквями, восточными церквями, армянской и сирийской, а также грузинской церковью. Весьма интересно проследить, как творчество некоторых духовных писателей принимается церковью, несмотря на серьезные возражения догматического характера. То, о чем я сейчас рассказала, пожалуй, самое значительное и сделанное нами в последнее время, во всяком случае, для, если можно так выразиться, рядового читателя. Не могли бы вы сказать несколько слов о работе в этой сфере, ведущейся в настоящее время в России, а также, возможно, о научных связях вашего университета с российскими учебными заведениями. На официальном уровне таких связей не существует. Так что установить такие связи было бы крайне желательно. Обидно, что студенты из России не участвуют в программе обмена и не приезжают к нам, как студенты из других европейских университетов, на один семестр. Я готова приложить усилия, чтобы теперешняя ситуация изменилась. Кроме того, в вашей стране есть богатейшие собрания рукописей, представляющие собой обширный исследовательский материал, армянский, грузинский, сирийский, а также произведения искусства. До сих пор, однако, никаких официальных связей между нашими учебными заведениями не было установлено. Вы полагаете, такое положение можно изменить к лучшему? Безусловно. Разумеется, потребуется четкая организация на официальном уровне. Важный вопрос материальный. Большинству студентов путешествовать на собственные средства не по карману. И если возложить на них все затраты, то ничего у нас не выйдет. Поэтому надо сначала выяснить, готова ли Москва или Санкт-Петербург обеспечить участие своих студентов в программах обмена. Это сильно упростило бы дело. Надо отметить, что студенты, окончившие обучение, могли бы и в дальнейшем приезжать к нам уже в качестве специалистов, так что наши научные связи не прерывались бы. Какое, по вашему мнению, будущее ждет восточно-христианские исследования? Какими путями они будут развиваться? Каких новых идей и достижений можно ожидать? Вы задали существеннейший вопрос, и ответ на него будет искренний и правдивый. Я оцениваю сегодняшнюю ситуацию довольно пессимистически. Восточные христианские исследования больше не получают никакой поддержки ни со стороны властей, ни со стороны научно-исследовательских фондов. Они оттеснены на второстепенные позиции. Я по происхождению немко. Вы, наверное, уже поняли это по моему акценту. И хорошо вижу, что происходит в Германии. 20 лет назад там еще было несколько университетов, где занимались вопросами христианского Востока. Сейчас остался только один. Да и там эта работа вот-вот прекратится. Бельгия — маленькая страна, и здесь наше положение лучше, но все-таки не такое хорошее, как могло бы быть. Причина этого, полагаю, в том, что мы сейчас живем в секулярном обществе, и здесь, в Европе, христианство все более и более игнорируется. Когда я говорю, что изучаю восточное христианство, то вижу, что уже само слово «христианство» вызывает у слушателей отторжение. Оно потеряло привлекательность, стало малоинтересным. Люди больше озабочены конкретной пользой, конкретными социальными или политическими последствиями вашей деятельности. Скажем, исламские исследования получают все большее развитие. Они вполне соответствуют духу времени, поскольку перед европейцами стоит животрепещущая проблема массового проникновения мусульман в их города и страны, и приходится решать вопросы, связанные со столкновением и сосуществованием разных культур. В то же время восточные христиане, поселившиеся в европейских городах, прекрасно адаптируются к новому для них образу жизни и не создают никаких трудностей. У них есть свои церкви, но, думаю, мало кого из них интересует восточно-христианские исследования в широком смысле этого слова. Благодарю вас, профессор, за это интервью. Мы высоко ценим ваше мнение и, полагаю, сказанное вами поможет многим в этой стране получить ясное представление о целом ряде вопросов. Надеюсь на это, а также на то, что, возможно, это интервью пробудит у русских студентов интерес к исследованиям богатейшего наследия Церкви Востока. Очень верно сказано. Спасибо.